Встреча общественности городского поселения Горки-Ленинские с исполняющим обязанности главы Ленинского района прошла в музее Владимира Ильича Ленина. Олег Хромов первой темой обозначил дороги и транспортную доступность. Каширское шоссе и неосвещенность того же самого Каширского шоссе, я его называю как дорога смерти, потому что, конечно, это не соответствует каким-либо нормам областной дороги. Поселения даже не имеют на федеральной трассе, не имеют на областную трассу нормальных выездов. И сейчас проектировками подобными мы занимаемся. А так как у нас две застройки и города Ленинского, и город Ленинский фактически Стрелис, в районе Ермолина занимаемся как раз возможностью организации выезда на М4 ТО и возможностью проколу М4 ТО для того, чтобы обеспечить выезд на Расторгуевский шоссе, и, соответственно, дальше попасть на трассу М2. Еще одним из обсуждаемых вопросов стал проект восстановления в районе лесопарковых зон. Присутствующий на встрече депутат от военного городка Петровская Станислав Муканов рассказал, что когда-то в лесу за гарнизонным офицерским клубом была зона отдыха и пруд, которые можно восстановить. Также жители обратились с просьбой оказать содействие в заключении договора аренды помещения для музыкальной школы. Сейчас он в очередной раз закончился, и когда его продлят, неизвестно, что создает для ДШИ проблему, в том числе с оплатой за коммунальные услуги. Елену Замятнину, депутата городского поселения Горький-Ленинский, интересовал вопрос о развитии военного городка Петровская после принятия его в муниципальную собственность. И будет ли реализован инвестконтракт строительства новых домов или жилой фонд станут ремонтировать? С удовольствием я услышала его мнение, что он считает, что реализовывать инвестконтракты, строить высотки очередные, которых на нашей территории очень много, в военном городке нецелесообразно. Вот это прозвучало из его уст впервые, и я думаю, что для жителей нашего военного гарнизона это будет очень важно. Также рассматривались вопросы о возросшей нагрузке на местную амбулаторию в связи с активным жилищным строительством, необходимости возвращения льгот младшему обслуживающему персоналу дошкольных учреждений по оплате пребывания их детей в детских садах. По словам Олега Хромова, данный вопрос уже в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов района. Обсуждалась и возможность проезда по территории заповедника родителей, везущих детей в старшую и младшую школу Горки. В завершении встречи заведующая библиотекой поселка Горки-Ленинские пригласила Олега Хромова на празднование 95-летнего юбилея библиотеки, которое намечено на 25 марта 2015 года. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.